Итак, еще раз всем хорошее настроение и всем доброго вечера. Записался, решил еще один видеоролик, почему-то меня сегодня прорвало, потому что днем просто не было времени. Ну, давайте сегодня на какую тему. У меня один, какой день, пять человек последние клиенты, они мне рассказали страшные вещи, которые работали, как они работали с другими агентствами, как они пытались выйти напрямую к застройщику. И я могу сказать, что ничего, так скажем, у застройщика не получилось, прям я бы дешевле взять, потому что то же самое скипку они могли бы получить и через агентство. И в итоге, как бы, могу сказать, что они, говорят, да, ваши слова подтверждаются. Но вчера, ну, вчера я встретил одного человека с Салавата, с города Салавата, который сказал, что смог купить квартиру в определенном жилом комплексе под сне. Он мне озвучил, как на 170 тысяч рублей дешевле. Он вышел на сне напрямую, смог договориться. Такое то тоже есть факт, да. Ну, там сразу скажу, цена была завышена, там второй этаж был по 95 тысяч рублей за квадратный метр, да. Хотя я в этом же доме продавал, например, четвертый этаж, который более привлекательный, по 75. Если, конечно, поставил цену 95, он, конечно, мог скинуть, да. В итоге, получается, продали эту квартиру на 170 тысяч рублей дешевле, чем, так скажем, за, ну, как бы, от цены, да, от прайса. Но если, например, взять и соотнести, например, с более видовой квартирой, да, то, получается, здесь в проигрыше. Почему в проигрыше? Потому что там, получается, мы покупали, там, образно, по 75, а здесь получилась, ну, цена получилась по 86 тысяч за квадратный метр. Там все равно 11 тысяч переплату. Ну, вот такая штуковина. Как бы, вроде, как бы, от прайсовой цены вроде торговался, но если, например, поговорил с соседями, то понимает, что, блин, переплатил 12-13 тысяч. Это, конечно же, всегда у нас риэлтор порядочный это все озвучивает. И там уже у клиента есть выбор, стоит заморачиваться или не стоит. Поэтому вам тоже рекомендую. Все-таки молодцы, что правильно портаетесь обращаться к застройщикам. Но по большому счету застройщики иногда, получается, так вот хитро продают цены так, вот, ну, непонятно, там, ставят космическую цену, делают мнимую скидку. И в итоге, получается, все равно они остаются в хорошем плюсе. Хотя они также в плюсе останутся хоть с риэлтором, хоть без риэлтора. Ну, вот, примерно это выглядит вот так. Что еще могу сказать? Многое я могу сказать, что обращается с проверками. Тоже мне сегодня общался Дима к Босфору, чтобы сделали там без риэлтора. Благо мы там озвучиваем и показываем телефон Дмитрия и все. Ну, Дмитрий у нас проходит, так скажем, проверки на отлично. И я могу сказать, что как бы не получилось еще ни одного человека взять напрямую у застройщика, в данном случае в Босфоре, цену, например, дешевле, чем у, так скажем, у риэлтора. Потому что прекрасно понимают, что еще работать, еще продавать. Тем более остались верхние этажи, которые 70 тысяч рублей за квадратный метр, 75, которые продаются гораздо тяжелее. Потому что эти деньги уже можем взять у нас центр. Притом можем взять уже готовое жилье. Ну, примерно вот это выглядит вот так вот. Еще что у нас такого интересного. Многие вот, мы сейчас едем с вами вдоль кладбища, сразу говорю, едем в район Завокзальный. Вот Завокзальный район, он безумно дорогой. Ну, реально там тешевого ничего не бывает. Но Завокзальный район, это самый близкий район, который у нас находится рядом с кладбищем. Я могу сказать, что кто живет в Завокзальном районе, причем того, что они живут ниже гора, ну, они не видят это кладбище. Хотя, если, например, посмотреть по компасу, до кладбища буквально там, ну, не знаю, там, буквально там бывает 500 метров. Но на самом деле это кладбище никого не видно, не раздражает, сразу говорю. А если у нас, например, район, например, в Роздольном некотором, где там кладбище видно с каждого окна. Хотя там расстояние до кладбища там километра два-два с половиной. Поэтому в городе Сочи, если, например, в Орненбурге актуальны, да, вот у нас замеры, то здесь замеры, я могу сказать, что не совсем себя оправдывают. И по большому счету, как бы лучше ориентироваться здесь, приехать на местности, да, или попросить меня там снять дорогу или еще что-нибудь. Например, ходят с Лукштом, ну, например, вот, в Апсинского и там все остальное, там до кладбища рукой подать. Да, рукой подать через гору, но вид ни с одного окна, ничего у нас на кладбище не идет. Поэтому тут тоже смотрите сами всегда, смотрите внимательнее и не давайте себя вводить в заблуждение тем людям, у которых не хватает денег на завокзальный район, которые там поселились где-нибудь подальше, так скажем, от кладбища, где-нибудь в Молдовке. Но это просто, просто не хватило денег, по-другому я никак не могу назвать. Что касается всего остального, тоже, если какие-то есть вопросы, задавайте, с большим удовольствием вам отвечу и всегда готов пойти с вами на контакт. Ну, а с вами был Максим, компания Элитная Сочи. И, конечно, если есть время, я рекомендую вам попробовать пройтись по всем застройщикам и попробовать купить напрямую, потому что для многих риэлторов это большой плюс. Объясню почему. Есть такая у нас уловка в риэлторстве. Я никогда в жизни, кто со мной катался, могут мне в комментариях написать, никогда в жизни не отмечал никаких своих клиентов, ничего. Просто есть такая штука, да, когда можно клиента взять и зафиксировать на объекте. Например, можно там, если хорошие отношения, например, с тем же самым, ну, хоть с чем, хоть бас-форум, там, хоть золотым голосом, да хоть с кем. И, когда, например, вы с риэлтором общаетесь, все, он берет вас, фиксирует на объекте, он ваши данные все дает. И в итоге, когда вы сами приходите, покупаете, да, думаете, что всех вокруг обманули, да, напрямую застройщика, получили тысячу рублей скидку с квадратного метра, и в итоге все равно эту комиссию берут и отдают у нас, как вы думаете, кому? Ну, все верно, эта комиссия у нас отдается, все равно риэлтору. Поэтому иногда, как бы я могу сказать, что многие рекомендуют правильно сходить по застройщикам, все, потому что я могу сказать, и у нас коллега тоже знаю, как продажа прошла, да никак. Просто позвонили, соделал продаж и сказали, заберите деньги. Все, потому что там зафиксировали клиенты и так далее. Поэтому, если у вас есть время, да, если вы хотите попробовать, ну, делайте, но я могу сказать, если вы там с каким-то общались, то, скорее всего, у вас зафиксируют. Я, с своей стороны, никогда ни одного клиента не фиксирую, потому что, я думаю, если человек, ну, как бы некомфортно с собой работать, если он пошел сам напрямую покупать, ну, значит, что? Ну, значит, ну, значит, ты как-то не доработал. Вот так, поэтому обычно я не оставляю номера телефонов клиентов, ничего, потому что считаю, что это, как перераскиваю, это непорядочно, в том числе и с фиксацией, это, ну, это просто ты берешь и отдаешь персональные данные. Ну, я бы не хотел, чтобы мой телефон кому-то, кто-то передавал, ну, если бы была такая ситуация. А так, конечно, я за то, что я всем благодарен вам, когда вы берете и мой телефон передаете своим знакомым, все, меня рекомендуете. Я, конечно, ему этого безумно рад, потому что, ну, понимаю, что не зря я всю эту работу проделываю. Все, всем отличного настроения, всем доброй ночи, всем пока!